Про забор, можно сказать, чемпионат мира по футболу, но не все, оказывается, любят только. Есть люди, а это мы, которые пришли к нам на вечер. Спасибо вам за это большое. И начать я хочу вместе нашим. С той самой длинной истории, которая произошла много-много лет назад. Много-много лет назад, оказывается, люди волновали все те же проблемы, которые волнуются нас с вами по сей день. Любовь и прибыль, любовь и власть, любовь и расчет, чистая любовь, нежная любовь, верная любовь. Коварная любовь. У кого возникают какие-то чувства, тот сразу начинает примерять это волшебное слово на свою личную жизнь, на свой личный опыт. И сегодня я очень рада представить вам гостя нашего, гостя человека очень интересного, потому что у него совершенно оригинальный взгляд на эту тему. Традиционный, вековой уклад его философии жизни вы сейчас услышите. Китаренко Олег Станиславович, прошу вас. Рассказать, да? Про любовь, в нашем понимании родовоз, да? Или вести ты сразу? Читаем стихи. А, стихи, да. Сегодня вечер стиху. Добрый вечер, дорогие. Стихи приходят мне, это вот, по роду у нас идет, и у бабушки, и у отца, и так далее, про бабушки. Хочу прочитать вот. Первый стих, это поместье рода родовой. Поместье рода родовой. В нем ты творец. Здесь все родное, все живое. Здесь живы дед твой и отец. Творящая мечта тут в яре проявилась. Вот сад зацвел, могучий дуб растет. Там кедр свою раскинул крон. Все к жизни и к любви всесильный нас зовет. В поместье этом родовом отец и мать тебя в мечтах родили. А после, в сотворяющем любви порыве, твой светлый образ в яре проявили. Здесь матушка твоя тобою временна, все песни вечной жизни распевала. Так будущее доброе твое на долгие времена родным напевом создавала. Отец вложил свой дух и нрав в тебя. А матушка скормила плод твой, любовью душу напоила, любви отдав себя. Вселенная исполнила над вами песть свою. Вскорбленный материнским молоком, садук благоуханием, Воспитан мудрым здесь отцом, ведрусов дедов знанием. Родились дети тут твои, а после внуки, правнуки, их дети. Так мы живем со старины, ведь род наш бесконечен. Другой стих тоже пришел, когда вот, может, большое желание, чтобы дети приходили. У нас порогу, да, конечно, дети это основное, да, семья дети. Родина, народ, природа, это все связано, да. И вот это стихи, они помогают, чтобы к нам дети пришли. Осознанные, мудрые души деток к нам пришли. Называется «Приходите, наши детки». Приходите, наши детки, к нам на землю снова. Ждем мы вас всем нашим родом, мыслью, сердцем, словом. Ждет вас матушка землица, реки и озера. Ждут леса, луга и горы, русские просторы. Вы спасители природы, вы дворцы, вы Бога. Поведете род Бедрусов по родной дороге. Та дорога светом светит, рода и сварога. Это промысел великий, мудрого белбога. Вместе с матушкой Ладой, той любовью милой. Вместе с солнышко-зарей, светозарой дивной. По дороге той вселенской вы пойдете, дети. Понесете людям радость и жизнь тысячелетий. Мудрость наших славных предков. В жизнь вы обладите. Весь наш род. Всю нашу силу в едино соберите. Вы прочтете книгу рода, русам нашим детям. Что написано цветами, чудным лесом этим. Этой книге буквы, слоги в матушке природе. В снеге, дождике и ветре, зернышко за роде. В соснах, кедрах и в березках, и в дубах могучих. В птичках, травках и зверюшках, мощных горных кручах. В этой книге солнце, звезды, что на небосклоне. В ней озера, реки, море и степей просторы. И сады в ней родовые. Рода в них бессмерт. В них любви пространство наше, райское поместье. Приходите к нам скорее, мудрые ведрусь. Силой, волей одарите, мыслью, знанием русов. Ждем мы вас, со звезд летящих, мысли быстротою. Чтобы вся земля покрылась правдою родною. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...